Итоги президентских выборов в Иране подведем с экспертом международного дискуссионного клуба «Валдай» с Фархадом Ибрагимовым. Фархад Меллим, здравствуйте. Здравствуйте, Ильна Арханом. Итак, у предварительных данных председателя Верховного Суда Ибраим Раиси набрал около 18 миллионов голосов. Президент Ирана Хасан Рухани уже поздравил победителя гонки за президентское кресло. Вот как в целом проходил избирательный процесс и что известно о блоке во главе с Ибрагимом Раиси? Ну, выборы, конечно, проходили, скажем так, очень даже, можно сказать, неоднозначными. Они, конечно, отличились своей предсказуемостью в этот раз. Почему? Потому что в Иране достаточно неоднозначно подошли к этим президентским выборам население, я имею в виду. Почему? Потому что рассчитывалось иранским населением еще месяц назад о том, что будут претендовать на кресло. Ну, понятно, что был Ибрагим Раиси, был одним из фаворитов этой президентской гонки предстоящей, уже прошедшей. Но там должны были быть еще люди, которые могли бы составить ему достойную конкуренцию. В лице там того же Алина Реджани, бывшего спикера парламента. Эсака Джагангири, который является пока что первым вице-президентом Ирана. Но он скоро уйдет уже в отставку, потому что с Кагнитом Рухани уходит. То есть в этом отношении, конечно, для иранского населения эти выборы были очень даже, скажем так, неоднозначными. Это вот что можно сказать по поводу президентских выборов. В целом, да, обстановка она спокойная в Иране. Иранцы понимали, что следующим президентом может быть только консерватор, потому что они, в целом, масса населения очень обижена на реформаторов в лице Хасана Рухани. Потому что ни одно обещание, которое он дал еще в 2013 году, когда впервые избирался на постпрезидента, обещание не было выполнено. Экономическая ситуация в стране очень такая, достаточно неоднозначная. И в лице Еврагима Раиси они ищут того самого человека, который действительно может вытащить Иран из той, скажем так, ямы, экономической проблемной ямы, в которую Иран себя загнал. Не, конечно, без помощи западных стран. И в этом отношении, конечно же, они сейчас рассчитывают на то, что Раиси и его команда смогут формировать, Раиси, во всяком случае, сможет формировать ту команду, которая бы смогла способствовать тому, чтобы Иран вышел как минимум на новый уровень и на новый этап взаимоотношений со странами Запада. Пахадалин, то есть в целом внутренняя и внешняя политика, то есть новые стратегии, новые правительства изменятся? Они не будут поддерживаться к предыдущему курсу, как я поняла? Они, конечно же, будут искать новую стратегию, которая позволила бы Ирану выйти опять-таки на новый этап. Вопрос в том, готовы ли будут западные партнеры как минимум идти на уступки. Почему? Потому что сейчас отношение к Ирану достаточно непоследовательное со стороны американцев. Ну и, конечно же, у консерваторов есть одна такая черта. Они всегда, прежде всего, ищут сотрудничество со своими странами-соседями. Например, писалось даже в средствах массовой информации Иран о том, что они, например, заинтересованы в укреплении отношений с той же Турцией, с Азербайджаном, с Россией, с Евразийским Союзом. Для них это гораздо важнее. Отношение с соседями считается для них, с точки зрения, успехом, залогом для успешного проведения экономических реформ и улучшения экономических взаимоотношений со своими партнерами. То есть они сейчас, конечно же, прежде всего будут опираться на этот пласт. И, конечно же, Китай. Вот они сейчас, конечно же, будут прежде всего именно исходить на эти позиции и будут выбирать именно этих стран, этих партнеров, для того, чтобы выйти на какой-то определенный новый экономический уровень. Китай, Индия, значит, страны, содружественные, независимые государства, ЕАЭС, значит, Закавказье, Турция, частично Ближний Восток. Вот, например, сейчас прорабатывается стратегия, потому что бы выйти на новый уровень с арабскими странами. То есть это все говорит нам о том, что иранцы, прежде всего, сейчас готовы сконцентрироваться на себе и на своих соседях. Запад, конечно же, ему важен, Ибрагим Раиси, конечно же, не будет идти назад, конечно же, будет продолжать переговоры, но здесь уже, что называется, все зависит от воли западных стран в лице той же Германии, Франции, Великобритании и, конечно же, Америки. Потому что американцы сегодня, они сейчас не понимают, как им работать дальше с новым иранским руководством. На самом деле у американцев был уникальный шанс того же самого Байдена договориться с Рухани и с его командой еще в феврале, в марте, в апреле этого года для того, чтобы санкции были сняты, американцы бы вернулись в ядерную сделку. И я вас уверяю, что, наверное, может быть, реформаторы сейчас бы победили на президентских выборах, консерваторы, может быть, проиграли. Но всего этого не произошло. Консерваторы на этом хорошо сыграли. Они разыграли этот козырь и, естественно, они его очень использовали в амках президентской гонки. И в этой связи, конечно же, они понимали, что сейчас их позиции и дальше будут прикрепляться, тем более парламент уже в руках консерваторов. И они, что называется, шли вперед и своей целью не добились. Сейчас у Рейси есть у самого и у его команды консерваторов уникальная возможность в ближайшие 4-5 лет сделать так, чтобы консерваторы укрепились аж не на 8 лет, как это бывает так у них периодичностью, а может быть даже на среднесрочную перспективу, лет на 20, так точно. Но это, конечно, все зависит от воли и иранского руководства, готовы ли они пойти на какие-то уступки. Это тоже все-таки вопрос внутри иранского характера. Ну и, конечно же, все зависит от воли еще и западных партнеров. Готовы ли они уступать консервативным силам, которые, как правило, относятся к Западу, ну, если бежево сказать, с крайним недобием. Да, но нам, как вы отметили, на первом плане все-таки сотрудничество с соседними странами. Вот на фоне этого хотелось бы узнать ваше мнение, то есть что можно сказать о сотрудничестве в условиях новых реалий на Южном Кавказе, в частности, в рамках платформы 6. Очень позитивно они относятся к этой платформе. Иранцы вообще воспринимают любые предложения от, например, той же Турции, которая касается, например, улучшения Ирана-турецких отношений. Они вообще считают, что у них отношения с Турцией сейчас очень хорошие, но тем не менее. Они предлагают, например, пойти еще дальше, чтобы, например, была создана такая уникальная платформа, где у стран не было бы друг к другу претензии, а на первый план выходила бы экономическая целесообразность. Платформы 6 они горячо воспринимают. Они очень нацелены на то, чтобы Азербайджан, например, тот же самый, который является, по мнению тех же иранских политиков, ведущей силой в Южно-Кавказском регионе, это не мои слова, это то, что дублируется средством массовой информации, которая так или иначе курируется консерваторами. Считается, что, конечно, было бы здорово, если бы, например, иран-азербайджанские отношения вышли на новый уровень, если бы платформа 6 заработала. Но из-за этого, кстати говоря, критикуют немножечко Армению, что надо все-таки быть более благоразумным, подходить к этому вопросу мудрее, последовательнее, и тогда никаких проблем и вопросов не состоится. Консерваторы в этом отношении, надо признать, они гораздо последовательнее. Они, конечно же, преследуют свои национальные интересы, как и реформаторы, никаких сомнений здесь быть не может. И в целом это нормальная практика, то есть никаких вопросов к ним в этом плане быть не может. Но они, конечно же, в этом плане договороспособны. Это очень удачный момент для всех стран региона, для той же России, для Турции. Почему? Потому что, когда есть последовательный договороспособный партнер, с ним, конечно же, удобнее и гибче выстраивать какие-либо взаимоотношения. И платформа 6 в этом отношении может являться уникальным пластом и площадкой для того, чтобы все 6 стран региона смогли бы тесно сотрудничать и так далее. Все сейчас на самом деле зависит, как казалось бы, от вот этой маленькой Армении. Вот если бы Армения захотела бы, поверьте мне, все было бы в порядке, уже давно бы эта платформа заработала бы. Тем более и иранцы ее активно поддерживают, они видят перспективу, потому что там есть Россия, есть Турция, есть Азербайджан. Это очень сильные игроки, на которых очень много что завязано, это понятно. И поэтому в этой связи, конечно же, если инициатива еще раз такая поступит, и если будет заинтересованность всех игроков, всех абсолютно, то Иран, конечно же, в эту игру увлечется и будет очень активно ее поддерживать, потому что взаимоотношения с соседями, как мне уже было сказано, они выходят, конечно же, на первый план, и это является основополагающим. Ну что ж, спасибо вам, что ответили на наши вопросы, уделили ваше время. Спасибо. Прошедшие выборы в Иране, президентские выборы мы обсудили с экспертом международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархадом Ибрагимовым.